Лекция 5. Правовой статус медицинского работника в Институте брачно-семейных отношений. Вопросы, которые мы рассмотрим на лекции. Значит, это у нас первый вопрос. Понятие предмет метод семейного права, условия и порядок заключения и расторжения брака, медицинское обследование лиц, вступающих в брак, права семьи в сфере охраны здоровья, права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья, рождение ребенка и установление происхождения детей, рождение ребенка, критерии рождения, порядок выдачи медицинского свидетельства о рождении. И последний вопрос, это права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. И перейдем к рассмотрению первого вопроса. Значит, вообще основным началом семейного законодательства посвящена у нас статья первого семейного кодекса Российской Федерации, который гласит в свою очередь, что семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства. Семейное законодательство, оно исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав и, наконец-таки, это возможность судебной защиты этих прав. Кодекс, в свою очередь, законным признает только брак, который заключен в органах записи актов гражданского состояния. Если мы обратимся к статье 2-й Семейного кодекса Российской Федерации, то семейное законодательство у нас устанавливает условия и порядок вступления в брак, институт прекращения брака и признание его недействительным. Все это регулируется в этой статье. А также регулируются личные имущественные и неимущественные отношения между членами семьи. Кто к ним относится? Это, соответственно, супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, а в случаях и в пределах, которые будут предусмотрены семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами, а также определяют формы и порядок устройства в семью детей, которые остались без попечения родителей. Значит, необходимо ответить, что семейное право регулирует следующие сферы отношений. Это личные, неимущественные и имущественные отношения между супругами, родителями и детьми, которым приравниваются усыновленные и усыновители, как мы сказали выше, и также в пределах предусмотренным семейным законодательством между другими родственниками и иными лицами. Значит, в свою очередь выведем термин «семейное право». Что это за отрасль такая? Это отрасль права, которая регулирует личные, неимущественные и имущественные отношения между членами семьи, которые основаны на браке, родстве и принятии детей на воспитание в семью. Значит, что у нас является предметом семейного права? Значит, это следующий у нас слайд. Значит, предмет семейного права в себя включает общественные отношения, которые возникают из брака, кровного родства и принятия детей на воспитание в семью. По своей социальной природе, значит, эти отношения, они подразделяются, мы об этом говорили, на личные и неимущественные и на имущественные отношения. Далее рассмотрим, что является методом семейного права. Значит, это в свою очередь комплекс диспозитивных способов правового воздействия отрасли семейного права на общественные отношения, которые составляют, соответственно, предмет ее регулирования. Значит, в основе метода семейного права у нас лежит признание равенства участников семейных отношений. Значит, если мы обратимся опять-таки к статье 2-й семейного кодекса, то увидим, что граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из семейных отношений, в том числе правом на защиту этих прав. Осуществление членами своих прав и исполнение ими своих обязанностей не должны нарушать права, свободы и законы интересы других членов семьи и иных граждан. Значит, семейные права, они охраняются законом за исключением случаев, если они осуществляются в противоречии с назначением этих прав. Значит, особенности методов регулирования семейных права и отношений, они раскрываются через принципы семейного права, которые опять-таки у нас закреплены в семейном кодексе Российской Федерации. Значит, к основным принципам семейного права у нас относятся следующие. Первое – это признание брака, заключенного только в органах записи, актов гражданского состояния или сокращенно ЗАГС, все мы это знаем. Следующий принцип – это добровольность брачного союза мужчин и женщин. Далее – равенство прав супругов в семье, разрешение внутренних семейных вопросов по взаимному согласию, приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов, обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи и недопустимость ограничения прав граждан в семейных отношениях, иначе как на основании федерального закона, и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан. Что касается системы семейного права, то мы понимаем, что систему семейного права составляют основные элементы отрасли семейного права, которые сосредоточены в Семейном кодексе Российской Федерации, а также в ряде других законов и подзаконах нормативных актов. Значит, составляющие систему семейного права, юридические нормы, они сосредоточены в источниках семейного права, к числу которых мы относим следующее. Это Конституция Российской Федерации, а именно статья 19 и 38, это федеральные законы, например, такие как об основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Сюда же относятся указы президента Российской Федерации, постановления правительства, акты федеральных министерств и ведомств, а также акты органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Все мы знаем, что создание семьи, оно у нас осуществляется путем заключения брака, то есть заключенного с соблюдением определенных правил добровольного, а также равноправного союза мужчины и женщины, направленного на создание семьи и порождающей взаимные права и обязанности супруга. Согласно статье 10 Семейного Кодекса, брак заключается в органах записи актов гражданского состояния, что порождает права и обязанности супруга, вступивших в брачность семейные отношения. Значит, в свою очередь, закон у нас регламентирует условия и порядок заключения брака. Значит, первое это что? Наличие взаимного добровольного желания мужчины и женщины. Далее, достижение ими брачного возраста, отсутствие брачных отношений у будущих супругов и обязательно это дееспособность лиц, которые вступили в брак. Значит, брак должен быть заключен с соблюдением определенных правил, поскольку он у нас что порождает? Юридические последствия. Права и обязанности супруга возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния, где регистрируется также у нас и рождение детей, и если происходит изменение фамилии, имени, отчества, тоже мы сюда обращаемся. Ну и кончина человека также решает в этом органе вопросы. Значит, брак признается действительным лишь при наличии гражданской дееспособности лиц, которые вступили в брак. Вот почему душевнобольные, признанные такие обязательно таковыми по суду, да, не имеют право вступать в брак. Кроме того, у нас закон разрешает бесплатно пройти добровольное медицинское освидетельствование лицам, которые вступают в брак. И в соответствии со статьей 15 пунктом 3, опять-таки, Семейного кодекса Российской Федерации, основанием для обращения одного из супругов в суд с требованием о признании брака недействительным является только факт сокрытия другим супругам наличия у последнего ВИЧ-инфекции, да, спида или венерического заболевания, которое передается половым путем. Кроме того, не допускается законом браки между прямыми родственниками, братьями, сестрами, матерью, сыном, отцом и дочерью, а также между усыновителями и усыновленными. В России также запрещено многоженство и не допускается вступление в брак, если у нас жених либо же невеста состоят в браке. А сокрытие, заведомо, да, этого факта также является основанием для признания брака недействительным. Однако, следует отметить, что признание брака недействительным не влияет на права детей, которые родились у нас в браке. Рассмотрим сам порядок заключения брака. Значит, первое, это что? Это необходимо подать заявление в органы ЗАГСа не менее чем за месяц до регистрации. Если же у нас имеются особые случаи, такие как беременность, рождение ребенка, непосредственно угрозность жизни одной из сторон, да, и так далее. Брак может быть заключен в день подачи заявления. И второе, что относится к порядку, такое основание, что свидетели регистрации брака, они вообще законом не предусмотрены. Значит, семья, добрые сердечные отношения между ее членами, они создают естественным образом наилучшие условия для жизни граждан. Но право и закон не могут предписать человеку любить другого человека или вечно находиться с ним в семейно-брачных отношениях. И хотя сохранение семьи важно не только для ее членов, но и для общества в целом, у нас законодатель не препятствует расторжению брака, если распад семьи очевиден. Согласно закону, брак может быть расторган по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанным, в свою очередь, недееспособным. Значит, есть такой момент, что закон запрещает мужу возбуждать бракоразводный процесс во время беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. Значит, расторжение брака у нас производится в органах записи актов гражданского состояния, а в случаях, которые опять-таки у нас предусмотрены законом-семейным кодексом, да, в судебном порядке. Вот два таких вот порядка. Значит, расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния когда происходит? Если есть взаимное согласие на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, то расторжение брака, понятно, производится в органах записи актов гражданского состояния. Далее, расторжение брака по заявлению одного из супругов, независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, проводится в органах записи актов гражданского состояния, если есть у нас следующие основания. Если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, если он признан судом недееспособным и осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, то это есть у нас основания, да, еще раз повторяю, независимо от наличия несовершеннолетних детей, то это органы ЗАГСа. И третье такое основание, значит, расторжение брака и выдача свидетельства о рождении производится в органах записи актов гражданского состояния по истечении месяца со дня заявления о расторжении брака. Значит, государственная регистрация расторжения брака производится в органах записи актов гражданского состояния в порядке, который установлен для государственной регистрации актов гражданского состояния. Значит, следующий пунктик у нас это расторжение брака, когда производится в судебном порядке. Значит, обязательно при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. Значит, расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния, а в том числе отказывается подать заявление. Значит, расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. При рассмотрении дела о расторжении брака, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака, суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела назначив у супругов срок для примирения в пределах трех месяцев. Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультативными, и супруги, либо один из них, настаивают на расторжение брака. Значит, расторжение брака производится судом не ранее истечением месяца, со дня подачи с супругами заявления о расторжении брака. Рассмотрим вопросы, которые разрешаются судом при вынесении решения о расторжении брака. Значит, первый вопрос, это при расторжении брака в судебном порядке, супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети. О порядке выплаты средств на содержание этих детей, либо же на нетрудоспособного нуждающего супруга, о размерах этих средств, либо о разделе имущества супруга. В случае, если отсутствует соглашение между супругами, а также в случае, если установлено, что данное соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд что обязан? Определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода, определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей, и по требованию супругов, либо одного из них, произвести раздел имущества, находящегося в их совместной собственности. По требованию супруга, который имеет право на получение содержания у другого супруга, определить размер этого содержания. В случае же, если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, то суд вправе выделить требование о разделе имущества в отдельное производство. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения о расторожении брака направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака. Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторожении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака. В случае явки супруга, объявленного судом умершим или же признанного судом безвестно отсутствующим и отмены соответствующих судебных решений, брак может восстановлен быть органом записи актов гражданского состояния по совместному заявлению супруга. Брак не может быть восстановлен, если другой супруг уже вступил в новый брак. Для лиц, которые вступают в брак, весьма важно знать о состоянии здоровья друг друга. Неосведомленность по данному вопросу может привести к негативным последствиям, таких как заражение друг друга тяжелым инфекционным заболеванием, рождение больного ребенка и тому подобное. В связи с этим, Семейный кодекс, именно статья 15, предусматривает возможность бесплатного медицинского обследования лиц, вступающих в брак, а также их консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи. Что согласуется с требованием федерального законодательства в области здравоохранения. Семейный кодекс, статья 15, медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Данное медицинское обследование, а также консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводится медицинскими организациями государственной системы здравоохранения и муниципальной системой здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только согласие лиц, которые вступают в брак. Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют врачебную тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только согласие лица, которое прошло обследование. Если же одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, то вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным. И смысл статьи 41 Конституции Российской Федерации и статьи 14 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан следует, что медицинские услуги по проведению обследования и консультаций могут предоставляться лицам, вступающим в брак, также и учреждениями частной системы здравоохранения. Но не безвозмездно, а за плату. В таком порядке, по желанию лиц, вступающих в брак, могут быть проведены обследования по самым разнообразным вопросам медико-генетического характера. В частности, сегодня возможно обследование, консультации даже по определению пола будущего ребенка. И перейдем к рассмотрению вопросов, связанных с правами семьи в сфере охраны здоровья. Значит, каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на консультации без взимания оплаты по вопросам планирования семьи, наличие социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по медико-психологическим аспектам, семейно-брачных отношений, а также на медико-генетические другие консультации и обследования в медицинских организациях, государственной системы здравоохранения. В целях предупреждения возможных наследственных и врожденных заболеваний у потомства. Значит, отцу ребенка и иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного разрешения при наличии в учреждении соответствующих условий, то есть индивидуальных родовых залов и отсутствия у отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. Значит, реализация такого права осуществляется без взимания оплаты с отца ребенка или иного члена семьи. Значит, одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения, независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4 лет, а с ребенком старше данного возраста при наличии медицинских показаний, значит, плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания с указанных лиц не взимается. Мы же с вами отметили, что материнство в Российской Федерации охраняется и поощряется государством. Значит, каждая женщина в период беременности, во время родов и после родов обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих детей, а также детей в возрасте до 3 лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, осуществляется по заключению врачей в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. Искусственное прерывание беременности проводится при сроке беременности до 12 недель. Значит, проводится когда искусственное прерывание? Не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию для искусственного прерывания беременности, при сроке беременности 4-7 недели, при сроке беременности 11-12 недели, но не позднее окончания 12 недели беременности. Не ранее 7 дней с момента обращения женщины в медицинскую организацию для искусственного прерывания беременности, при сроке беременности 8-10 недели беременности. Искусственное прерывание по социальным показаниям проводится при сроке до 22 недель, а при наличии медицинских показаний независимо от срока беременности. Социальные показания для искусственного прерывания беременности определяются правительством Российской Федерации. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности определяется уполномоченным федеральным органам исполнительной власти. Искусственное прерывание беременности у совершеннолетней, признанной в установленном порядке законе, недееспособной. Если она по своему состоянию не способна выразить свою воль, возможно по решению суда, принимаемому по заявлению законного представителя и с участием совершеннолетней, признанной в установленном законе порядка недееспособной. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой административную, либо же уголовную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Что касается вопросов медицинской стерилизации, то можно отметить, что статья 57 закрепляет данный институт. Медицинская стерилизация как специальное медицинское вмешательство в целях лишения человека способности к воспроизводству потомства или как метод контрацепции может быть проведена только по письменному заявлению гражданина возрасте старше. 35 лет или гражданина, имеющего не менее двух детей и при наличии медицинских показаний и информированного добровольного согласия гражданина, независимо от возраста и наличия детей. По заявлению законного представителя совершеннолетнего лица, который будет признан в установленном законопорядке недеспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно выразить свою волю, то медицинская стерилизация возможна по решению суда, принимаемому с участием совершеннолетнего лица, признанного в установленном законопорядке недеспособным. Перечень медицинских показаний для медицинской стерилизации у нас определяется уполномоченным федеральным органам исполнительной власти. И переходим к вопросу рассмотрения рождения ребенка и установления происхождения детей. Моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов. При рождении живого ребенка медицинская организация, к которой произошли роды, выдает документ установленной формы. Происхождение ребенка от матери, точнее материнства, устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинской организации, а в случае, если рождение ребенка вне медицинской организации, то на основании медицинских документов, свидетельских показаний или же на основании иных доказательств. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг, бывший супруг матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. Значит, отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка. А в случае смерти матери, признание ее недееспособной, невозможность установления местонахождения матери или в случае лишения ее родительских прав по заявлению отца ребенка в согласии органа опеки и попечительства, при отсутствии же такого согласия, это по решению суда. Значит, при наличии обстоятельств, которые дают нам основания полагать, либо же предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной, либо же затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в органах записи актов гражданского состояния во время беременности матери. Запись о родителей ребенка производится после рождения ребенка. Установление отцовства в отношении лица достигшего возрасте 18 лет совершеннолетия допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным, то согласие его опекуна или органа опеки и попечительства. Что касается критериев рождения, порядка выдачи медицинского свидетельства о рождении, то следует отметить, что все эти моменты у нас фиксируются в приказе Минздрав соцразвития России от 2011 года о медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи. Значит, согласно данного документа, медицинскими критериями рождения являются 1. Срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 500 грамм и более или менее 500 грамм при многоплодных родах. Или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела ребенка при рождении 25 сантиметров и более. Второе основание, второй медицинский критерий, да, это срок беременности менее 22 недель или масса тела ребенка при рождении менее 500 грамм. Или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, длина тела ребенка при рождении менее 25 сантиметров, то обязательно учитывается продолжительность жизни более 168 часов при рождении. После, точнее, рождения она приравнивается к 7 суткам. Живорождением является момент отделения плода от организма матери посредством рода при сроке беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и более или менее 500 грамм при многоплодных родах. Или в случае, если масса тела ребенка, опять-таки, при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 сантиметров и более, при наличии у новорожденного признаков живорождения, это какие признаки? Дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина или отделилась ли плацента. Следующий критерий, что это масса тела ребенка при рождении, считается результат взвешивания новорожденного, произведенного в течение первого часа его жизни. Измерение длины тела новорожденного производится при вытянутом его положении на горизонтальном ростометре от верхушки темени до пяток. Новорожденные, родившиеся с массой тела до 2500 грамм, считаются новорожденными с низкой массой тела при рождении. Значит, если до полутора килограмм, да, это очень низкая масса тела при рождении, а до одного килограмма это экстремальная низкая масса тела при рождении. Мертворождением является момент отделения плода от организма матери посредством рода при сроке беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и более или опять-таки менее 500 грамм при многоплодных родах. В случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, то при длине новорожденного 25 сантиметров и более при отсутствии у новорожденного признаков живорождения. Значит, медицинским организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, рекомендуется вносить записи обо всех новорожденных, родившихся живыми и мертвыми, в истории родов, истории развития новорожденных и в иную медицинскую документацию, оформляемую на новорожденных. Что касается документа такого, как медицинское свидетельство, оно у нас выдается медицинской организацией, в которой происходили роды, при родах вне медицинской организации. Когда это? Это медицинская организация, врач, который оказывал медицинскую помощь при родах и медицинская организация, в которой обратилась мать после родов. И индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, далее будет у нас унаменоваться, как индивидуальный предприниматель. Значит, медицинское свидетельство о рождении выдается на новорожденных, которые родились живыми при сроке беременности 22 недели и более, при массе тела новорожденного 500 грамм и более, а также, если менее 500 грамм при многоплодных родах, да, когда у нас есть у новорожденного, что признаки живорождения, мы об этом говорили, это дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины, и независимо от того, перерезана ли пуповина и объединилась ли плацента. Значит, и выдается также медицинское свидетельство о рождении. Это на новорожденных, родившихся при сроке беременности менее 22 недели, менее 500 грамм, опять-таки, если масса тела при рождении неизвестна, с длиной тела менее 25 сантиметров, то медицинское свидетельство о рождении выдается, если эти, так сказать, дети, да, прожили более 168 часов после рождения или же 7 суток. При многоплодных родах медицинское свидетельство о рождении у нас будет выдаваться на каждого ребенка отдельно. Медицинское свидетельство о рождении выдается родителям, либо же одному из родителей, да, а в случае, если родители не имеют возможности лично получить медицинское свидетельство о рождении, то в таком случае родственнику одного из родителей или иному полномоченному родителю, одним из родителей, либо же должностному лицу медицинской организации, или должностному лицу иной организации, в которой находилась мать во время родов, или же находится ребенок при предъявлении документов, удостоверяющих личности родителей, или же личность заявителя и подтверждающих его полномочия под расписку для государственной регистрации рождения, осуществляемой в соответствии с федеральным законом об актах гражданского состояния. Что касается прав несовершеннолетних в сфере охраны здоровья, то отметим, что какие имеют они права. Первое это прохождение медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров в связи с занятием физической культурой и спортом, прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, в порядке установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, на условиях, в которые опять-таки установлены органы государственной власти, в соответствии с Российской Федерацией. Следующее право это оказание медицинской помощи в период оздоровления и организованного отдыха, в порядке установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Далее санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих их физическим особенностям и состоянию здоровья и исключающим воздействие на них неблагоприятных факторов. На медицинскую консультацию без взимания оплаты при определении профессиональной пригодности в порядке на условиях, которые, опять-таки, установлены законом. На получение информации о состоянии здоровья в доступной для них форме, в соответствии со статьей 22. Несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет или больные наркомании несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или же на отказ от него в соответствии с федеральным законом. Дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, а также дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации до достижения ими возраста 4 лет включительно, могут содержаться в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном полномочным федеральным органам исполнительной власти и на условиях, в которых установлены органы корпоративной власти в субъектах. Российской Федерации